Телевизионные новости Опасность грозит Средства массовой информации почти беспрерывно бьют тревогу Пенсионная система Канады в опасности Под угрозой будущее финансовое благополучие даже тех, кому до пенсии еще работать много лет Эксперты финансового рынка проводят бесчисленное количество семинаров, симпозиумов в попытке хоть как-то спасти положение Хроническая нехватка денег в пенсионном фонде – это только часть проблем Государственная пенсионная система ухудшается из года в год Более того, сама основа канадской пенсионной системы, или как она правильно называется Canada Pension Plan, начавшая действовать в 1966 году, безнадежно устарела Если говорить кратко, действующая пенсионная система построена на принципе, когда ныне работающие налогоплательщики выплачивают доход сегодняшним пенсионерам Идея была великолепная 40-50 лет назад, когда на 20 работающих канадцев приходился один пенсионер Но сегодня только 4 человека работают, чтобы содержать одного пенсионера А через 25-30 лет на одного пенсионера будет приходиться всего лишь два работающих канадца Сегодня государственная пенсия ограничивается четвертью среднего заработка за предыдущие 30-40 лет работы Причем ее начисление идет не со всего заработка, а только с ограниченной суммы Например, в 2004 году максимум заработной платы, который идет в зачет, составил всего 40 500 долларов Самые большие государственные пенсионные выплаты для тех, кто проработал несколько десятков лет и отчислял в пенсионный фонд по разрешенному максимуму составили всего 814 долларов 17 центов в месяц Но и эта более чем скромная цифра практически недоступна для большинства эмигрантов, приехавших в Канаду после своих 30 или 40 лет 144 доллара за 9 лет, 9,5 Бенефиты и пенсия вместе где-то в районе 1800 долларов на двоих Ну, меньше может быть немножко Помимо рабочей пенсии, как таковой, для пенсионеров с малым или средним доходом, также из государственного пенсионного фонда выплачиваются пособия по старости Тем не менее, общая статистика весьма печальна Среднестатистический пенсионер Вонтария получает от государства чуть более 11 тысяч долларов в год И это при том, что расчетный показатель уровня бедности приближается к цифре 18 тысяч долларов в год В обрез так, в обрез Они, если очень-очень экономить, можно сэкономить один раз в год на какую-то тысячедолларовую поездку, скажем, на Кубу Можно И то надо быть готовить, быть очень-очень экономным Не разгуляешься Жизнь дорожает с каждым днем Вот возьмите простые примеры Картошка Цена ее Какая была, какая стала Хлеб был 99 копеек Стал доллар 89 Да на все Куры, мясо Это я не говорю там о предметах роскоши О предметах первой необходимости А ведь на инфляцию добавлять пенсии почти не добавляют То, что добавляют там 9 долларов Это капля в море Согласны вы со мной? Вот и все Поэтому с каждым днем все труднее, труднее и труднее 87% пожилых людей, которые не сумели или не захотели скопить личные сбережения Вынуждены регулярно обращаться за получением бесплатных продовольственных пайков, фудбанки Но и в этом случае как минимум раз в неделю голодают Я уверен, в отношении пособий по старости Определенно будут сделаны существенные изменения в сторону уменьшения И мы сможем увидеть общее уменьшение дохода для многих пенсионеров В общем, если люди надеются на то, что правительство Канады собирается заботиться о них после выхода на пенсию То эти люди делают огромную ошибку Общество все больше и больше подталкивает к тому, чтобы люди были сами ответственны за свое благополучие И по существу люди вправду должны позаботиться о своих пенсионных годах И начать откладывать деньги уже прямо сейчас Потому что правительство Канады не будет брать на себя ответственность за вас За исключением разве что особенных случаев Для сбережения денег и их накопления Ничего лучшего, чем их инвестирование под проценты, пока не придумали Невозможно просто откладывать их в сторонку Как говорится про черный день Хотя бы потому, что инфляция поедает сбережения словно моль дорогую одежду До 3-4% в год могут составлять такие потери Ко мне приходят люди, которые увидели, осознали грозящую им опасность И первым делом они задают вопрос, что же делать дальше К счастью, в Канаде есть эффективные способы для того, чтобы обеспечить финансовую безопасность Обеспечить в том числе и гарантированную пенсию Которая не будет зависеть от политической и экономической конъюнктуры будущего Все проблемы можно решить, но лишь при одном условии Если еще не слишком поздно Задуматься о своих накоплениях надо было уже вчера Это я, финансовый советник Валентин Лосев Говорю тем, кому 30, 40, 50, 60 лет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok